Если мы читаем про намаз праведников, сахабов, таби'инов, пророка Мухаммада, то есть мы видим, что в этот момент мы понимаем, что их намаз был не такой, как наш намаз. То есть мы знаем, что из Сиры читаем, что пророк Мухаммад, когда читал, у него, когда он читал, подобно, как кипящий, когда что-то кипит в посуде, вода, такой звук есть же. Вот такой же у него был звук у посланника, когда он читал намаз и плакал, рыдал. То есть именно как подобно у кипящего посуды, кипящего чайной воды в посуде, такой был у него тон у пророка Мухаммада во время намаза, когда он читал намаз. И у Амара, когда он стал имамом, люди, которые читали позади, не слышали аяты, которые он читает. Почему? Потому что он сильно плакал из-за сильного рева, из-за сильного плакал, страх был. Поэтому даже не могли разобрать аяты, которые он читал. У минуты это вечером. У! Какого noise было.